Привет! У меня в руках находится Lenovo ThinkPad Tablet 2, о котором мы вам сейчас подробно расскажем. К нам на обзор попала максимальная комплектация ThinkPad Tablet 2, которая кроме планшета, зарядного устройства и кабеля microUSB включает беспроводную клавиатуру, активный стилус и чехол. В Tablet 2 можно ставить пример как образец бизнес-направленного планшета. Он выглядит именно так, как должна выглядеть и чувствовать серия ThinkPad. В дизайне преобладают прямые линии. Правые углы округлены, тогда как левые прямые. Корпус получил прорезиненное матовое покрытие. Верхняя, нижняя и правая стороны плоские и чуть скошены на задней грани. Левая панель, в свою очередь, похожа на вытянутый тонкий цилиндр, в который прячется стилус. На всех боковых гранях расположены разъемы и кнопки. Справа вы найдете клавиши регулировки громкости и автоповорота экрана. Кнопка включения находится сверху. На лицевой стороне вокруг дисплея находится веб-камера с индикатором, хорошо заметный датчик освещенности и аппаратная кнопка Home. На гладкой тыльной стороне расположен отсек камеры с индикатором и отдельно размещенная вспышка. Справа и слева выделяются логотипы производителя и модельного ряда. Кроме того, внизу панели находятся едва заметные стереодинамики. Один справа, второй снизу и слева. Весит планшет 576 грамм. Блютуз-клавиатура почти не отличается от своих полноценных собратьев из серии ThinkPad. Она компактная, легкая и выполнена из матового шерохового пластика. Раскладка дополнена сенсорным трекпоинтом с дополнительными клавишами. Для включения и подключения к планшету на клавиатуре установлен специальный слайдер с индикатором работы. Чехол для планшеток и клавиатуры сделан из черного кожезаменителя с яркой красной внутренней частью. Обложка вполне способна защитить устройство от царапин при транспортировке. Как и большинство других Windows планшетов, которые были у нас на тесте, ThinkPad Tablet 2 оснащен 10 и 1 дюймовой IPS матрицей с разрешением 1366 на 768 точек. Экран обладает неплохой цветопередачей и высокими углами обзора. Уровень яркости также хороший. У вас не будет проблем из-за глянцевого покрытия при использовании планшета в помещении. Вот только на улице в яркий солнечный день вам будет трудно использовать это устройство. Дисплей нашей конфигурации также оснащен дигитайзером Wacom с возможностью управления активным пером. Софт-тач покрытие планшета неплохо сопротивляется появлению царапин, а отпечатки пальцев легко стираются с поверхности. Корпус устройства твердый и монолитный. К тому же эргономичный благодаря скошенным углам на задней панели. Рамка слева от дисплея уменьшена наполовину, а грань округлена, что способствует хорошему хвату левой рукой. Беспроводная клавиатура островного типа также эргономична и не усыпает полноценным раскладкам в ноутбуках. Клавиши обладают неплохим ходом, а их размер способствует быстрому набору текста. Справа и слева от раскладки, а также сверху расположены резиновые накладки, которые защищают дисплей планшета от царапин и повреждений. Клавиатура дополнена сенсорным трекпоинтом, аналогичным устанавливаемым во всех ThinkPad, который вполне может заменить мышь. Только к этому нужно приловчиться. Активный стилус также удобен при работе с планшетом и настройке системы. Перо реагирует на силу нажатия, Bluetooth клавиатура оснащена небольшой подставкой, планшет можно ставить лишь в одном положении, не всегда удобном, но это легко компенсируется большими углами обзора дисплея. Датчики освещенности и положения работают корректно, уровень яркости подсветки быстро изменяется в зависимости от освещенности помещения, а интерфейс почти молниеносно поворачивается. Аппаратные кнопки обладают неплохим ходом, кнопки регулировки громкости и автоповорота дисплея чуть выступают над поверхностью корпуса, так что легко находятся на ощупь. Клавиша включения прячется в корпус, но благодаря небольшому пазлу она также легко находится вслепую. Стереодинамики выдают не слишком громкий звук, но чистый и качественный. Для просмотров фильмов и роликов на YouTube этого хватит, но для прослушивания музыки лучше воспользоваться наушниками. Управляет планшетом 32-битная операционная система Windows 8 с предустановленными стандартными сервисами. Также установлен неплохой набор приложений как от производителя, так и от сторонних разработчиков. SyncPad Table 2 оборудован двухъядерным 32-разрядным процессором Intel Atom Z2760 с тактовой частотой 1,8 ГГц и встроенным графическим процессором Intel GMA. Также планшет получил 2 ГБ оперативной памяти и хранилище на 64 ГБ. Последнюю можно расширить с помощью карт, microSD, флешек и даже внешних жестких дисков. Пожалуй, это один из самых производительных Windows 8 планшетов из всех, которые были у нас на тесте. Устройство справится со всеми поставленными задачами, включая офисные приложения и нетребовательные игры, которые вы найдете в маркете. К слову, даже HD-видео воспроизводится гладко и ровно. Основная 8-мегапиксельная камера оснащена автофокусом и вспышкой. Она умеет снимать фото с максимальным разрешением 3264 на 2448 точек и Full HD видео. Качество снимков почти не отличается от конкурентов. Фото обладают неплохой цветопередачей и детализацией. А фронтальная 2-мегапиксельная камера способна обеспечить неплохую картинку при общении в Skype. Кроме основных и жизненно необходимых беспроводных модулей Wi-Fi и Bluetooth 4.0, планшет получил поддержку Wi-Fi Direct, а также модули GPS и 3G, так что вы всегда сможете оставаться онлайн. На левой грани планшета за заглушкой спрятан полноразмерный USB 2.0, а также microUSB, который предназначен для зарядки. На правой стороне находится лишь комбинированный слот для наушников. На верхней панели за широкой заглушкой находятся слоты для карт microSD и SIM. Ну и на нижней грани расположен проприетарный разъем USB для подключения док-станций и mini HDMI. У нас нет данных о типе емкости встроенного аккумулятора, но это нисколько не помешало нам провести тесты. В режиме чтения с максимальной яркостью и включенными беспроводными модулями планшет проработал почти 9,5 часов. При просмотре HD-видео это время уменьшилось всего лишь на 40 минут. Lenovo ThinkPad Table 2 можно порекомендовать не только целевой аудитории и бизнес-клиентам, но и всем, кто ищет планшет на Windows 8 с длительным временем автономной работы, диджитайзером и высоким уровнем производительности.